Легкое движение кузова и 40 тонн яблок отправляются на переработку. Из этой партии получится 30 тысяч литров сока. Перед тем, как попасть на завод, фрукты проходят тщательную проверку в лаборатории. Плоды дважды моются, затем перебираются вручную и отправляются под пресс. Губернатору, который посетил сегодня производство, рассказывают, что в соке не грамма сахара, абсолютная натуральность. Чтобы стать частью напитка, яблоки проходят строгий кастинг, не только по качеству, но и по месту рождения. Допускаются исключительно плоды, выращенные на Кубани. Мы сегодня увидели, что апрель месяц яблоки пусть холодильника, но это свежие яблоки, которые к вам поступают в переработку. Сегодня Кубань достигла такого уровня, что она не только может вырастить яблоки, она может сохранить их, может производить и красиво упаковывать все, что сегодня на Кубани выращивается, сохраняется, перерабатывается и производится. Это сегодняшний уровень агропромышленного комплекса нашего края. Друзья, мы вчера могли говорить о таком соке, но только импортном, который к нам приезжал из-за рубежа. А сегодня наше содержимое, наша упаковка, это полностью наш отечественный кубанский продукт. Продукт, который теперь знают во всей стране. Белореченский район вообще можно назвать родиной многих известных брендов. Кроме соков, это еще и клубника, которая отсюда расходится по России, а также мебель, пользующаяся большой популярностью. Шкафы-купе с этой фабрики отправляются в шесть стран мира. Ведутся переговоры о поставке в Бразилию. Экспансия внешних рынков за пределами края – задача для многих предприятий района. То, что раньше импортировали, теперь наоборот производят здесь на месте. Например, конкуренцию знаменитым голландским тюльпанам могут составить белореченские цветы. Теплицы раскинулись на двух с половиной тысячах гектарах. Здесь представлено более трехсот сортов тюльпанов, которые мы привезли из Голландии. Но очень много представлено новинок, но все они выращены на нашей родной кубанской земле. Начиналось все с небольшого семейного бизнеса, рассказывает Венемину Кондратьеву, директор предприятия. Олег Владиславский вместе с женой первые теплицы открыли девять лет назад. А сейчас вполне себе успешно импортозамещают иностранные аналоги цветов и декоративных растений. Совсем еще недавно, лет пять назад, мы могли барбарицы и все, что у вас есть, и туя, и коника, и все вот здесь, что привозить уже большими, выращенными из-за рубежа, безусловно. Но это совсем другая цена на эти все декоративные растения. Если вы привозите их с саженцами маленькими, сами доращиваете, ну, во-первых, вы делаете эти растения более доступными, для тех, кто хочет привезти, безусловно. А во-вторых, конечно, если вчера мы могли только покупать привезенные растения, то сегодня, как бы ни было, мы продаем свои. И в этом, конечно, ваша сегодня заслуга. Сейчас супруги намерены выращивать тюльпаны круглый год. Губернатор заметил, что цветы и декоративные растения из этих теплиц вполне могут стать украшением парков и скверов в городах и станицах по всему Краснодарскому краю. Это очень важно, что сегодня на Кубани появляются такие предприятия, о чем мы говорим. Самозанянность, ее процент растет. И это важно, чтобы такой процент еще больше увеличился, потому что вы сами себе сегодня нашли и заняли вакансии, и жизненные вакансии. И вот это уже дело вашей жизни будет, все, что сегодня вы создаете. Главное, чтобы был сбыт. Вот насчет сбыта нужно здесь подумать, коллеги. Мы всегда говорим, что мы любим сегодня закупать за рубежом их устальники, импортные, которые привозят, а они потом не приживаются, а потом никто не считает, сколько закупили, сколько выжило. А эти, как бы ни было, они уже наши, они наши еще, с подчеркиваю, кубанские, районированные. Это важно понимать и поддержать тех, кто все-таки снабжает ландшафтными растениями сегодня, в том числе и парковую сферу нашей жизни. Помощь малому бизнесу – это одна из ключевых задач для власти. В Белореченском районе небольшим предпринимательством занимаются около 12 тысяч человек. Программы поддержки работают в разных отраслях – от льготного аккредитования промышленных производств до субсидирования в сельском хозяйстве. О мерах поддержки говорили уже на встрече местных жителей с губернатором и его заместителями. В крае действует ряд программ, как федеральных и краевых, поддержки развития этого направления. Что касаемо овощеводства закрытого грунта, мы компенсируем затраты при строительстве тепли с малой формой хозяйствования. На эти цели в этом году выделено 500 миллионов рублей для малой формой хозяйствования. Чаще всего из зала звучал вопрос о предоставлении земель под пастбище. В районе много людей держат дома коров. Однако, как выяснилось, чиновники нередко отчитываются о том, что участки есть, а на деле их нет. Венимин Кондратьев ситуацию без внимания не оставил. Мы много лет пишем, что у нас именно в районе уже не существует пастбищ, за который отчитываются. Ну, вы знаете, была программа пастбища. Результата мы никакого не видим. Мы все равно без пастбищ. Здесь нужно разобраться. Если мы деньги выделили и деньги освоены, а культурных пастбищ нет. И ответственных нет. Ну, так быть не может. Деньги из бюджета вышли. Культурные пастбища на бумаге имели свои границы. В конечном счете ничего нет. Должна быть ответственность. Вплоть до уголовной. Если есть там превышения или иные какие-то уже злоботребления. Конкретно об этой ситуации протокол занесите. А мы туровед здесь, Максим Иванович, контрольное управление. Оба. Вот от самого начала до самого конца. Пройдитесь и доложите мне. А мы здесь на этом примере, для других районов тоже, где культурные пастбища появились, покажем, что если мы их уже сделали, они должны быть на самом деле доступными. Без всякой аренды и платежей для всех жителей, которые сегодня держат скот в своих домашних хозяйствах. Это будет правильно. Земельный вопрос давно стал самой обсуждаемой темой. Еще и потому, что в Белореченском районе активно ведется разработка полезных ископаемых. Правда, социальная ответственность добывающих компаний порой не соответствует масштабам их работы. Белореченский район, он, понятно, богат сегодня на полезные ископаемые. Но там должен быть хозяйский подход. Хозяйский подход. Сегодня перерыть все можно. Но рекультивацию никто не делает. А больше всего перерывают там, где земля сельхоз назначения. Если это сельхоз назначение, то тогда надо или перевести ее под земли промышленности и добывать. Либо не добывать. Это должна быть принципиальная позиция сегодня и кровых властей, и муниципальных. Но сплошь и рядом одни карьеры. Добыча прекращена. А эти кратеры, иначе их не зовешь страшные, до сих пор остаются. И никто даже и не думает каким-то образом заниматься рекультивацией. Это же неправильно. Поэтому здесь, Александр Николаевич, я думаю, что те, кто уже добывал и бросил, и пытается заново что-то там добывать, вот им не место точно в Белореченском районе. Только те, кто добыл, сделал рекультивацию, вернул изначально все в исходное положение, вот дальше он может продолжать добывать. А в противном случае нет. Интересы людей и бизнеса необходимо учитывать и для дальнейшего развития всей территории. Белореченский район входит в десятку самых успешных в крае по социально-экономическому состоянию. А Белореченск в пятерке популярнейших городов в крае, которые для переезда выбирают жители других регионов России. Александр Иванченко, Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Белореченский район. Александр Иванов, Кубань-24, Белореченский район.